Можно вопрос небольшой? Хотелось узнать. Я подавал электронное обращение по поводу... Вы не знаете. Кабинет 103-104. Первый этаж на кроме. Что там? А дело обращения, это... Хорошо, спасибо. Кабинет 103-104. Смотрите, можно? Вопрос такой есть. Я недели две назад подавал обращение электронное в электронной форме по поводу того, что аварийное состояние моста, пешеходной части моста через реку Крапивка. Ну, вот, думаю, по поводу ответа спросить, что вот две недели. Думаю, спросить, не потерялось. Не потерялось. 24-06. Скажите, пожалуйста, какого числа у нас хватает? Какого числа? В феврале я сейчас посмотрю, какого числа конкретно. Погорание, что-то я такое не помню. Так. Пойдите, пожалуйста. А, к вам сюда? Хорошо. Так, сейчас посмотрю, когда... точную дату. Потому что у нас 5-го, 6-го и 7-го февраля мы меняли хостер. И у нас после 7-го числа возникла проблема, которая была на протяжении нескольких дней. но там у нас именно не отправлялись сообщения. Ваше было отправлено? Ну, было отправлено при свой номер 24-06. Ну, посмотрите, потому что вот я как раз специально открыла. И у вас нет на этом... Нет, я не знаю, у меня нет. Вы мне дату скажете, я увидел. Так, я сейчас отлистаю, посмотрю. Вот так. То есть, смотрю, время прошло. Никакого ответа нет. Думаю, зайти спросить, как она там продвигается дело. Потому что, знаете, у нас были случаи, когда мы после перехода на хост... А сейчас я вам покажу, чтобы не быть голословной, как у нас было... А, это нужно, наверное, подключать. Может, как мы... Ну, было бы проще тогда посмотреть. Вот смотрите, какая проблема у нас. Какая? У нас пришло обращение. А мы его, знаете, как его в виде получили? Ну. То есть, мы его не можем распечатать и не можем не снять ничего, потому что оно у нас... Мы такие грамотные пользователи. Мало того, что документы у нас не открываются, я покажу, как он распечатывается. Просто поэтому я переспрашиваю, чтобы сейчас все уточнить. Понятно, да. То есть, в бумажной форме, я так понимаю, проще гораздо подавать. Нет, дело не в бумажной форме. Вы мне... Если мне скажете, переверну, да, то я просто увижу. У нас... Вот она, почта. Есть возможность, нет? Смотрите. Возможность. Я тогда и видео снимал, там, публиковал. Так, это сейчас скажу. Видео даже? Да, я снимал видео состояния этого моста и фото. Я прислал одно фото, там можно только одно фото было прикрепить к обращению. Ну, то есть, состояние ужасное. Это обращение по поводу аварийной части, пешеходные вот дороги на мосту через реку Крапивенко. То есть, там просто уже вообще хана. Там дыры такие, мост в очень неплохом состоянии. Я с видео вообще не помню, да, Светлана Михайловна? Нет, видео я не прислала, просто у меня есть видео. Да, сейчас я... Ну и фотографии, и фамилии я такой у нас не помню. Поэтому, я говорю, давайте лучше посмотрим, если что. Была у нас такая проблема. А, то есть, уже обращались, да, люди туда по этому поводу? Ну, не просто обращались, а музыка, и видите, что распечатывают. Ну, у вас, да, с кодировкой какие-то проблемы. Да, да, здесь была какая-то проблема, но, в общем-то, мы как бы, что смогли, мы сделали. Вроде как... А знаете что, если скопировать вот это и вставить в Word, например, и там оно выберет автоматический кодировок. Да, я не имею права его так... Мы скопировали... Я вообще потом скрин со страницы делала, потому что, чтобы... Потому что поймите, что у нас здесь настолько все четко фиксируется, что баловаться нельзя. Потому что вот я смотрю, начало февраля, середина... Ну, вот я же говорю, начало февраля, скорее всего, вот где-то. Ну, вот, смотрю уже с 12-го все у нас четко пошла, почта прям вот... А вы с телефона еще отправляли, да? Нет, не с телефона, с компьютера отправлял. РИК-СИТИЗНС, да, ВИТЕБСКВА. Да, я зашел на сайт этого распроекома. И отправилась у вас. Отправилась, мне написала вашему обращению при свой номер 24-06. Все. У меня есть на электронной почте. Да не сомневаюсь даже. Так, теперь сориентируйте меня, что это за мост, где это? Это возле деревни Крапивна, через реку Крапивенка, там мост. Именно в деревне Крапивна. Ну, немножко не доходя, вот как идти в сторону Крапивна, там, знаете, как выходишь на остановки... Крапивна точно у нас не было. Скажите, а председателю сельсовета вы на эту проблему указывали? Ну, я просто не там живу. Я был один раз в Крапивна, там как бы все закрыто, поэтому я не знаю просто, где она там находится. Может, дадите координаты сельсовета этого, и я тогда именно снялсь вот туда. Да, давайте так. Во-первых, им виднее. Во-вторых, если она на месте, сейчас... Просто я же не знаю, кому, я думаю, ну, раз это в ведомстве... А вы не живете там, да? Нет, я там вообще первый раз был. То есть, просто поехал в Крапивна, переходил по этому мосту, как посмотрел на его состояние, я думаю, блин, ну что это такое? Так, значит, председатель сельсовета зовут Кижело Светлана, чтобы вам было удобнее обращаться. Я даю вам городские номера телефона. А место, где находит совет? Что, Михайловна? А вы ориентируетесь в Крапивно? Где у них сельсовет? Я там была лет 200 назад. Приезжаю в деревню с правой стороны Крапивно. Здесь нет метров, где-то... Ну, вот так, на рейтах. И сельсовет вас будет дать. Ага. Вы сначала созвоните с Светланой Ивановой. Хорошо. Даже узнаете, когда она принимает, по каким дням вам будет проще. Значит, смотрите. Вот это ее номер телефона. И здесь же дописываю остальные номера телефонов специалистов. Это управляющий делами, бухгалтер. По какому-то из этих номеров телефона вы однозначно дозвонитесь. 72-85. Лучше, конечно, если вы спросите, когда у нее приемный день. Это вообще вполне абсолютно официально. Приедете, зададите ей эти вопросы. Понятно. А коды какие-нибудь там? Нет, нет, это аршанский код. А, все, хорошо, спасибо. И еще, и еще, сейчас я вам подскажу. Если вы... А, нет, Анатолий Михайлович уже не будет. А адрес для письменного обращения к вам сюда? Ну, то есть, чтобы не в электронном, чтобы не было таких косяков там раньше, а как вот тогда. А, например, чтобы написать бумажный обращение. А просто адрес, куда, в какой кабинет там. Островского, 2, город, Орша, Оршанский, райисполкон, 211.030 индекс. Спасибо. Вам спасибо. Все, до свидания. До свидания. Спасибо. До свидания.